Дави фашистскую заразу! Бори фашистскую заразу! Дави фашистскую заразу! Бори за классу, а не заразу! Дави фашистскую заразу! Какую организацию вы представляете? У нас объединение левых сил, социал-революционных, Красно-Черный Блок. Какими идеями вы сегодня? Вы пришли, я конечно прочитал, что вы против фашизма, молите... Социал-революционеры. То есть у нас есть левые коммунисты, социалисты, антиавторитарные, анархо-коммунисты, либертарные коммунисты, либертарные марксисты. То есть весь как бы... Левый спектр. Да, левый спектр, лево-радикальный. Меня зовут Наталья. Это Наталья, это мой гражданский долг, помнить героев, которые боролись за те же идеи, за которые борюсь я. Так как каждый из нас может в любой момент погибнуть, может... Каждый из нас может в любой момент посадить в тюрьму, и мы должны держаться вместе. Какую организацию вы представите? Я анархо-коммунистка. Вас как зовут? Меня зовут Ксения. Скажите несколько слов о том, почему вы именно решили сегодня прийти. Потому что мне не безразлична судьба людей, погибших от рук на нацистов. Я считаю, что это мой долг выйти на улицу. Все обстановка в стране очень поганная. Давиловка идет, свобода вся давится. Как свобода, так и говоришь, давится вся свобода. Угроза фашизма в России есть всегда. Либерализм и фашизм, они, к сожалению, очень часто смыкаются. Последнее доказательство того, это постановление правительства Москвы 14 декабря об так называемых общественных советниках, которые должны полностью придерживаться идеологии партии и власти, срывать все другую агитацию, которая на выборах будет против власти. С чем вы сюда пришли? С какими лозунами? Вы можете здесь прочитать. Мы выступаем за единство всех рабочих, вне зависимости от их национальности, пола или ориентации. Мы считаем, что весь рабочий класс должен быть един и бороться с реальными противниками, с теми, кто понижает наш уровень жизни, кто забирает у нас социальные гарантии, бесплатную медицину, образование, это они виноваты в падении уровня жизни, а вовсе не мигранты и не геи, которых пытаются выставить виновниками всего.